Спасибо. Вам спасибо. С нами репортал Ньюс.ру. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Михаил Розен, корреспондент Ньюс.ру. У нас два вопроса. Как вы можете прокомментировать заявление армянского премьер-министра Николы Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы? Ну, вы знаете, тоже неоднократно комментировали. Мы, давайте еще раз тогда пройдемся по этой теме. Мы никогда не ставим, не ставили, не ставили, не будем ставить право или под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, включая степень участия в работе тех или иных международных, региональных структур, исходя из своих национальных интересов и принятых обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации, насаждается буквально так, насаждается армянскому обществу. Вы знаете, я хочу обратить внимание, ОДКБ это и страны, и государства, и люди, которые на протяжении десятилетий формировали не просто эту организацию, а формировали эту самую безопасность, которая обеспечивала мир и стабильность на колоссальном пространстве наших стран, колоссальной по территории. И, кстати говоря, очень непростое с точки зрения исторического периода. Это выход государства из общего союзного государства, это формирование своей собственной государственности, это вызовы в сфере международной безопасности, новые вызовы, угрозы и так далее. Я считаю недопустимым уничижительное отношение к труду колоссального количества людей, которые мы видели и результаты которого очевидны всем на протяжении длительного периода времени. Это, во-первых. Во-вторых, откровенно говоря, вызывает недоумение последовательное стремление части армянских элит обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вне этой организации, при том, что существуют все для этого механизмы, форматы, способы. Есть налаженные каналы взаимодействия. Но от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ в Еремане предпочитают буквально устраняться. При этом сама организация к такой работе открыта, готова и, кстати говоря, умеет ее вести, опять же, взаимоуважительно и очень эффективно. Это подтвердило в ходе недавнего интервью агентства ТАСС и генеральный секретарь ОДКБ, и Мангули Тесмакомбетов, и его предшественники неоднократно демонстрировали, еще раз говорю, не просто такой настрой, а результативность такой работы. Касательно претензий к ОДКБ, хотелось бы подчеркнуть, что многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, согласись руководству этой страны разместить на территории республики наблюдательную миссию ОДКБ. Вместо реализации конкретных мер помощи по линии организации, руководство Армении предпочитало тогда другие методы. С одной стороны, какая-то словесная эквилибристика, кто из кого вышел, якобы ОДКБ из кого-то из Армении вышло, придумали там такое. Потом начали оскорблять и унижать в несвойственной для армянского общества манере своих партнеров по этой организации. Потом решили пригласить миссию Евросоюза, которая не столько защищает рубежи Армении, сколько под прикрытием мониторинга занимается сбором разведывательных данных против соседних стран. Прекрасно осознаем степень давления на наших армянских партнеров со стороны западных стран в их стремлении расшатать ситуацию в регионе и использовать его в качестве плацдарма против нашей страны. Однако продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном счете нанести непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям, создать серьезные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить существующие действенные механизмы обеспечения безопасности страны, отразиться на перспективах ее поступательного социально-экономического развития. Понимаете, это же все основано на мнении экспертного сообщества, это же не просто политические оценки, это мнение специалистов, которые долгие годы занимаются этими вопросами, анализируют их на основе данных. Если говорить о наших подходах и нашей принципиальной линии, мы дорожим связями с братским армянским народом. И как мы уже неоднократно подчеркивали, готовы к доверительному, нормальному, взаимоуважительному диалогу с Ереваном по всему спектру назревших вопросов, включая взаимодействие в рамках УДКБ. Если будет признано целесообразным в Ереване заниматься мегафонной дипломатией, мы, безусловно, будем, отвечая на ваши вопросы, комментировать это и дальше. Но еще раз подчеркну, для ведения взаимоуважительного диалога и для решения, самое главное, для решения соответствующих проблем нужно просто использовать имеющиеся инструменты.